Прямой эфир телеканала продолжает программа в контексте. Говорим о текущих вопросах с заместителем председателя законодательного собрания города Севастополя Екатериной Алтабаевой. Здравствуйте. Добрый день. Екатерина Борисовна, Вы назначены исполняющим обязанности председателя законодательного собрания города Севастополя. Означает ли это, что Вы будете исполнять обязанности до момента избрания председателя? Я должна пояснить севастопольцам, что у нас председателем законодательного собрания города Севастополь является Алексей Михайлович Чалый. Сейчас он находится в отпуске и в соответствии с 35 законом законодательного собрания Севастополя, который был принят в законодательном собрании еще летом 2014 года, статьей 13 и 15, на то время, когда председатель законодательного собрания находится в отпуске, он болеет, то есть он отсутствует в законодательном собрании, то на одного из заместителей возлагается обязанность замещать председателя. Все севастопольцы знают о том, что Алексей Михайлович 29 декабря 2015 года заявил о своем желании уйти с поста председателя. Но эта процедура не завершена в юридическом отношении. А именно, у нас 26 января было зачитано на заседание Законодательного собрания его заявление письменное. Ну и для того, чтобы в соответствии с законом совершить процедуру, на одном из заседаний мы не можем сказать, когда это будет. Не определен еще срок, дата такого заседания. Будет принято постановление, в соответствии с которым процедура будет завершена. Я знаю, что вот севастопольцы спрашивают о том, когда будет такое заседание. Ну, прежде всего, или группа депутатов, или кто-то из депутатов, потому что каждый депутат является субъектом законодательной инициативы, должен проект постановления такой внести. Пока такой документ не был внесен в Законодательное собрание, поэтому я назвать дату, когда будет такое заседание, не могу. Ну, таким образом, на следующем пленарном заседании еще вопрос вынесения, вынесен вопрос о снятии полномочий председателя с Алексея Чалова, еще неизвестно, будет ли это? Да, пока нет такого проекта постановления. Утвердительно я на этот вопрос ответить не могу. И исключить одновременно, что кто-то воспользуется своим правом законодательной инициативой и внесет такой проект постановления, тоже не могу. Поэтому, скорее всего, у нас очередное наше заседание Законодательного собрания будет 1 марта, это вторник. И если такой документ появится, то, конечно, севастопольцы об этом узнают. Прямая трансляция у нас всегда, поэтому мы думаем, что всю свежую информацию будут знать. И после этого, соответственно, уже будет поставлен вопрос об избрании нового председателя. Да, конечно, это тоже процедура, которая прописана в законе 35-м ЗС, и она и регламентом определяется, работой Законодательного собрания. Но она достаточно тоже такая вот длительная, поэтому я думаю, что это не завтрашнего дня вопрос совершенно точно. На весенней сессии предполагается принять ряд законопроектов. Какие из них вы считаете наиболее важными? Ну, нужно сказать, что у нас, опять-таки, на заседании нашем предыдущем, это было 26 января, как я сказала, был принят постановлением Законодательного собрания план законотворческой деятельности на весеннюю сессию. Он очень, ну, я бы сказала, достаточно объемный, вот так скажем, достаточно объемный. Около 90 законопроектов. Это не означает, что этим планом исчерпываются возможные, так скажем, законопроекты, которые будут рассматриваться и постановления, потому что он, конечно, носит примерный характер. Субъектами законодательной инициативы у нас являются, как я уже говорила, депутаты Законодательного собрания, безусловно, губернатор города Севастополя, правительство Севастополя, прокуратура города Севастополя. И вот эти субъекты в разном соотношении и внесли свои предложения в план. Нужно сказать, что есть законопроекты, которые никак не могут вносить депутаты, а только губернатор и правительство Севастополя. Это касается бюджета, это касается налоговых вопросов, некоторых вопросов организации экономической жизни города. То есть по закону субъектами внесения в этом случае являются только губернатор и правительство. Но вместе с тем, конечно, есть законопроекты в этом большом перечне, которые обращают на себя особенное внимание. Я бы обратила внимание на законопроект об изменении в устав города Севастополя, Потому что понятно, что для нашей любимой страны, Российской Федерации, конституция, основной закон для города федерального значения в Севастополе, таким основным законом является устав города. И предлагается и уже внесены вот такой законопроект, который нацелен на то, чтобы выборы губернатора проводились в Севастополе, так как об этом мечтали севастопольцы в течение длительного времени. Нужно, наверное, пояснить, что в устав первоначально эта норма не была внесена тогда, когда он формировался. Это было еще весной 2014 года. По той причине, что еще законодательного поля для проведения выборов губернатора вообще не существовало. Потому что для нас было тогда очень важно, чтобы был и, ну, нужно его еще, он не принят, закон о выборах губернатора. Нужна под это, конечно, так скажем, организация муниципальных образований, которые в то время еще, естественно, не было. И они были избраны только, как и мы, депутаты законодательного собрания в сентябре 2014 года. Поэтому вот такой пул, так скажем, законов, которые необходимы были, они вот приняты или готовятся. Поэтому сейчас уже можно говорить о том, что вот эта норма будет внесена. Мне кажется, для Севастополя это очень важно, потому что пока мы были в составе Украины, мы были единственным городом Украины, где не было мэра. И это, конечно, было прямым нарушением Конституции тогда Украины и демократических прав жителей города. Даже город с особым статусом, а мы были тогда городом с особым статусом, Киев, он имел право, это был специальный законодательный акт, и они выбирали мэра города. В Севастополе Украина такого права не дала. Поэтому, конечно, за те четверть века, которые находились в такой ситуации, мысль о том, что выборы губернатора – это демократическая процедура, и горожане ее очень ждут, она стала особенно актуальной. И уж теперь в Российской Федерации, когда демократические основы нашего государства, безусловно, это позволяют сделать, конечно, такую норму в устав нужно внести. Сейчас мы находимся в преддверии 23 февраля. В соответствии со 122 законом этот день отмечается как День народной воли. Безусловно, для севастопольцев этот день особый. И мы вспоминаем героев и события двухгодичной давности, и также помним и тех людей, чьи имена вписаны в 200-летнюю историю нашего города. На этой неделе в Севастополе пройдет конференция, посвященная Григорию Потемкину. Она организована при поддержке Российского исторического общества, севастопольское отделение которого вы возглавляете. Почему было решено проводить конференцию именно в это время? Вопрос такой объемный. Если можно, я бы его разделила на две части. Ну, во-первых, конечно, для всех севастопольцев 23 февраля – день особенный. Во-первых, это государственный праздник, День защитника Отечества. И, во-вторых, для нас, вот как вы сказали, 122 законом Законодательного собрания принято решение, что это будет памятный день, День народной воли. Поэтому мне очень хотелось всех севастопольцев поздравить с этими двумя уникальными праздниками. Для нас они уникальны, потому что Севастополь имеет такие традиции исторические, такие традиции защиты своей земли, которые, в общем-то, наверное, отличаются в некотором, может быть, плане особыми своими эмоциональными, содержательными, так скажем, моментами. И поэтому, конечно, День народной воли, когда 23 февраля 2014 года вышли практически, ну, значительная часть жителей Севастополя на улице города и были на площади Нахимова, никогда не сотрется из нашей памяти. Этот день у нас, вот, минуло два года, будет отмечаться, естественно, целый комплекс мероприятий. Сегодня состоялось заседание Организационного комитета, который, ну, как бы подвел итоги подготовки к этим дням праздничным. С 21 по 23 февраля, прежде всего, на площади Нахимова будут проведен цикл мероприятий, который запланирован правительством Севастополя. Вот я присутствовала на заседании Организационного комитета, для себя совершенно точно поняла, что и 21, и 22, и 23 не будут очень насыщенными. И планируется выставка, например, техники, 21 числа, это, значит, все в троллейбус, будут троллейбусы разных лет показываться, 22 числа это будет техника МЧС, пожарная техника, 23 числа это будет военная техника, день призывника. Будет одновременно ярмарка организована с 21 по 28 февраля. Значит, естественно, что это вот работы, прежде всего, ремесленников в Севастополе, это тоже означает, что вот площадь, она будет занята, естественно, мероприятиями. Но каждый, наверное, выберет для себя возможность правильно отметить этот праздник, как он хочет. Но, кроме этого, я хочу сказать, что, конечно, у нас есть наши герои, основатели и устроители Севастополя, которых мы вспоминаем и в этот день, и в любой другой, наверное, день, который для нас памятен. Поскольку Севастополь был создан как, прежде всего, база Черноморского флота, и это был Черноморский флот государства Российской империи, поэтому он тогда входил в состав России, сегодня, наконец, входит в состав России. Поэтому очень уместно, вот именно в феврале месяце, мы помним, что в 1784 году, 10 февраля, был указ Екатерины II, по которому Севастополь был поименован именно так, Севастополем. Одновременно, вот наши дни, это 23 февраля, день народной воли, начало русской весны, поэтому, конечно, очень знаково, что в Севастополе будет проведена конференция, причем я хочу отметить, впервые в Российской Федерации столь представительная конференция, посвященная памяти и деятельности Григория Александровича Потемкина, вообще проводится, и она проводится в Севастополе. Такое решение о проведении этой конференции принял президиум Российского исторического общества, это было еще в ноябре 2015 года, ну, а поскольку у нас уже было создано на тот момент региональное отделение Российского исторического общества, которое возглавляет, кстати, наше общество в России, Сергей Евгеньевич Нарышкин, ну, а вот у нас в Севастополе региональное отделение было поручено возглавить мне пока. И мы, конечно, вот эти два месяца посвятили подготовке к этой конференции. Подготовка непростая, потому что у нас на конференцию приезжают очень крупные ученые, это руководители академических институтов научных, ну, например, Института Российской Истории Академии Наук, Института Археологии Российской Академии Наук, директор Государственного архива Российской Федерации, заместитель директора исторического музея, одного из центральных музеев вообще Российской Федерации. И ученые из Санкт-Петербурга, приедут наши коллеги из Крыма, приедут наши коллеги из Краснодара. Ну, естественно, что это обязывало особенно готовиться. Мы очень благодарны Государственному университету, который предоставил свою площадку. Я надеюсь, что в Государственном университете эта конференция станет ежегодной. И знаю, что на конференции будет оглашаться приветствие Сергея Евгеньевича Нарышкина, которое обращено ко всем севастопольцам, ну, естественно, к участникам конференции. Так что вот у нас завтра начало конференции, мы волнуемся, надеемся, что все будет хорошо. Сколько времени запланировано на проведение конференции? Ну, конференция планируется в два дня, 18-19 февраля. Совершенно точно знаю, что у нас пленарное заседание, где будут выступать наши уважаемые гости, займет, ну, наверное, значительную часть 18-го числа. Одновременно приезжает рабочая группа, это депутаты Государственной думы, работники аппарата Государственной думы, которые реализовывают инициативу депутатов Государственной думы во главе с Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным по установке в Севастополе памятника Григорию Санычу Потемкину. Я хочу напомнить еще раз севастопольцам, что у нас все основатели и устроители Севастополя запечатлены в нашей истории и памятниками, и топонимами какими-то. Вот такая совершеннейшая несправедливость в отношении Григория Саныча Потемкина. У нас ничего подобного в отношении него нет. И поэтому эта инициатива об установке памятника, мне кажется, она важна, потому что это вот еще один основатель, последний в ряду, который не был так почтен в нашем городе. И для того, чтобы памятник стал действительно одним из лучших, для этого нужна очень большая работа подготовительная. И вот один из этапов этой работы будет осуществляться в этот же день, 18 февраля. Ну а 19-го, по всей видимости, будет завершаться работа секций, которые продолжат пленарное заседание. Очень интересный пул людей, которые будут участвовать. Это наши все высшие учебные заведения, это наши музеи практически все города, библиотеки. Так что я думаю, что получится разговор такой заинтересованной. У нас осталась буквально одна минута прямого эфира. Тем не менее, очень хочется спросить, вы ведь часто посещаете мероприятия, организованные нашим молодежью, и мы все об этом знаем, мы следим за этим. Какую же роль вы отводите современной молодежи в активной жизни города? Совершенно очевидно, это понимает каждый, что это и есть сегодняшнее и будущее Севастополя, сегодняшний день и будущее. Поэтому без молодежи и ее активной жизненной позиции настоящий русский Севастополь невозможен. Что ж, время нашей программы истекло. Благодарю, что поделились с нами актуальной для города информацией. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо, Иван. Напомню, по текущим вопросам говорили с заместителем председателя законодательного собрания города Севастополя Екатериной Алтабаевой. Эфир же телеканала продолжается. Впереди много важных и занимательных тем. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин